здраво будьте люди добрые сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном научном исследовании которое мы начали в 90-е годы прошлого столетия надо сказать что когда мы создавали этот научный труд именно в это время формировалась база бабушкиной школы и я бы особое внимание обратил на ее аспект окружающий мир потому что он формирует ребенке мировоззрение и я бы сказал что наша работа это оберег для подрастающего поколения потому что он показывает какие факторы влияют на детское сознание на подрастающее поколение и как сформировать стержень духовно-нравственность стержень в природе ребенка и как уберечь его от тех негативных влияний которые направляются к нему со стороны ныне очень агрессивного социума эта работа не продолжалась в течение всех этих фактически уже 30 лет она только обогащалась она набирала свой опыт и мне очень важно сегодня здесь донести основные моменты этого научного исследования потому что действительно для этнокультурного центра колосвет это является научным таким вкладом в дело воспитания детей подрастающего поколения и так работа называлась образно информационной системы их воздействие на психо интеллектуальный потенциал подрастающего поколения сделана она совместно с министерство информации и печати рсфср академия наук и в общем то результат был такой что результаты нашей работы даже использовались правительством нашим правительством в те времена для определенного своего отчета то есть мы уловили тенденции негативные тенденции влияющие на подрастающее поколение как деструктивные факторы скажу честно их сейчас стало гораздо уже больше мы будем конкретно говорить об этих вещах но самое главное что мы нашли способ как же оградить растущие сознание еще не окрепшие как его оградить от этих деструкций чтобы она не подверглась деформации и так у меня этот огромный наш труд конечно я его буду пересказывать коротко какие-то выявляя основные очень яркие моменты и делая это в доступной форме потому что конечно же это научный отчет и он написан нашим коллективом этнокультурного центра колосвет во главе с нашим руководителем ольга александровной тороповой которая сегодня является председателем центра возрождения русской народной культуры движения всероссийского русский лад и направляет многие социальные значимые социальные проекты и научные исследования и в этот как раз научный такой коллектив мульти дисциплинарный на самом деле вошли представители как раз нашего этнокультурного центра колосвет которых вы все хорошо знаете и сегодня я хочу сказать что образно информационные системы мощно влияют на сознание современного человека и очень важно отметить и это очень главная такая вот очень фундаментальная вещь что современное человечество потеряло сферальное мышление то есть основа вообще формирования сознания особенности детского сознания это формирование сферального мышления когда вещь рассматривается со всех сторон вот представьте себе что мы сидим все вокруг большого стола на столе стоит чайник один человек говорит этот чайник керамический другой который говорит сидит здесь он говорит у него большая ручка третий говорит он расписан синими цветами четвертый говорит нет у него живут носик изогнутый опять и говорит нет вы посмотрите здесь же птицы нарисованы то есть обсуждая один и тот же предмет но с разных сторон каждый видит свой какой-то угол зрения и считает что это соответствует полностью понятию об этом предмете но на самом деле чайник он объемный поэтому все что нам нужно сделать взяться за руки сложить наши видения данного предмета и мы получим именно сферальный образ то есть конечно же жизнь нужно познавать сферально и нужно не расчленять на какие-то фрагменты да то есть все должно быть вместе и химия и физика и биология история они все существуют вместе математика то есть философия все существует в купе и когда все это существует в целостности тогда это формирует мировоззрение который как раз таки является природосообразным когда человек становится частицей вселенной когда он входит в ее ритм не нарушая этого ритма и получая от ритма вселенной дополнительную силу поэтому конечно же для человека очень важно как развивается его сознание ведь характер человека определяется многими категориями от характера человека от его развития зависит склад общества ибо общество состоит из отдельных личностей сознание определяет бытие а бытие определяет сознание и конечно же судьба человека складывается из того каким образом было выстроено его его воспитание какие книги он читал какие картины видел какие песни он пел но будем об этом говорить это как раз и есть все образно информационные структуры которые окружают человека самого рождения и поэтому сегодняшнее это есть результат нашего вчерашнего и причина нашего будущего и неизбежность судьбы только в приходящем а вот будущее зависит от нас самих поэтому наше будущее это наши дети поэтому если мы правильно воспитаем сферальное сознание в наших детях если мы скуем вот именно стержень мировоззрения природосообразного тогда эта личность будет мощным узлом человеческой истории это будет мощная родовая ветвь большого древа жизни нашей цивилизации и конечно же мы придерживаемся взглядов русских космистов на то что должны сочетаться не только научный подход к жизни но также должен сочетаться он с философским подходом и должен почитаться с творческим подходом потому что познание мира через музыку через художественные формы также равнозначно как познание мира через математические формулы и как белый цвет раскладывается на спектр где каждый цвет определен длиной волны что есть выражение ритма так и весь мир раскладывается на планы определяемой характеристиками ритма вся мировая гармония зиждется на совместимости ритма вот это очень важный постулат гармония ритма взял отдал вдох выдох мы живем в живом дыхании вселенной и поэтому ребенок конечно же с самого начала должен получать те волны те вибрации те ритмы которые будут укреплять его природа которые будут создавать пространство здоровья его природе как физической так и психологической а не разрушать поэтому очень важно конечно же отслеживать какие образные информационные структуры окружают человека самого рождения нарушение ритма дает дисгармония собственно говоря дисгармония порождает хаос отсюда возникает болезнь поэтому чтобы излечить болезнь мы должны восстановить ритм или как говорили наши предки восстановить лад вот давайте будем ладить с нашей родной традиции с нашей родной природой тогда у нас будет лад с нашими детьми лад в нашей семье все очень просто весь мир кольцо в кольце система в системе и ребенок это кольцо в системе кольца семьи семья это кольцо в системе кольца поселения где оно находится это поселение находится кольцом в народе народ находится кольцом в человечестве человечество кольцом во всей планете планета кольцом во всей системе система солнечная в кольце всей нашей галактики И мы не можем игнорировать вот эту очень важную составляющую, а именно гармоничное ритмовое сочетание лад с природой, родом и со всей Вселенной. И как раз таки вот основы этого лада заложены в народные традиции. И я сейчас сразу скажу, каков же итог нашего вот этого очень мощного исследования, где мы подняли большие академические труды, где мы совершили множество экспедиций и где привлекли целые группы ученых, которые занимались родственными такими исследованиями. Вывод простой. Сохранение гармонии в этом мире нам дарит родная корневая этническая культура. То есть именно идущая от корней дает устойчивость нашего древа. Если у древа не будет корней, оно высохнет. Древо, оно питается корнями из тех родников, которые изначально определили все особенности нашего этноса, в свою очередь, который определил особенности нашего характера и особенности нашей былины. То есть особенности нашего именно развития в общем плотне развития человеческой цивилизации. И рассматривать это надо сферально. Если мы рассматриваем историю нашего рода, былину нашего рода, то, конечно, мы ее должны рассматривать в былине нашего государства, в былине нашей отчизны. Какие события происходили в это время. А события нашей отчизны мы рассматриваем вкупе с событиями мировых масштабов. А мировой масштаб, и это сделал прекрасно Лев Николаевич Гумилев, уже можно рассмотреть из позиции влияния космических ритмов. И таким образом мы получаем целостную картину мира. А самое главное, мы получаем возможность обрежения, то есть сбережения вот этого юного ростка сознания, вот этого бутончика, который должен раскрыться в прекрасный цветок, от непогоды, от влияния негативных деструктивных факторов, коими полна современная техногенная цивилизация. Именно корневая этническая культура, она содержит в себе изначальный код. Она содержит изначальные ритмы, которые сонастроены с ритмами генетики нашего организма. Вы знаете, одна девочка очень замечательно сказала, она спросила, как ты думаешь, папа, а кто нас слышит в первую очередь? Он спросил, а как ты думаешь? Ну, я думаю, что в первую очередь меня слышит мой организм. Это действительно первое, что нас слышит, лучше всего, это весь наш организм. А из чего состоит организм? Из клеток. А клетки имеют ядро, в котором находится генетика. И вот как раз-таки генетика, она показывает опыт всех наших предков. Поэтому девочка сделала вывод. Значит, первыми меня слышат предки. Те, кто предшествовал мне. Соответственно, если мое тело выстроено моими предками, которые рождены в определенной культуре, в определенном этносе, то язык этого этноса, он ладен и логичен для этой генетики. Он ее усиливает. И здесь нету никаких противоречий. Действительно, если мы будем ребенку, родившимся, например, в Мозамбик, петь русские колыбельные, он их будет слушать. Конечно, он их будет слушать, но ему будет гораздо более лучше и эффективнее, когда он будет слушать свои родные, африканские, этнические напевы, мелодии, именно исходящие из его языка. Когда итальменский, лекарякский, любой ребенок северных народов слышит свою родную речь, которая выкристаллизовывалась в течение тысячелетий. Поэтому, конечно же, нашему родному ребенку нужно слушать русскую речь. Тем более, это уникальное. Русский язык объединяет все народы, не только нашей Родины, но и всей планеты. Он универсальный, он имеет белый спектр, поэтому он никогда ничто не подавляет, он только все усиливает. И мы тоже можем усиливать именно этот спектр сохранением чистоты и красоты нашей речи. А что мы делаем для ребенка, я уже забегаю вперед. Конечно же, исходя из того, какие выводы мы сделали, это, конечно же, чтение ему русских народных сказок, это чтение ему русских народных потешек, русские народные забавы. То есть, как раз то, что сохранили наши предки, то, что сохранил наш народ, то, что питает родники нашего древа, то, что создало основу великой нашей русской культуры, которая является эталоном для всего мира. И, конечно же, очень важно понять, что весь мир – это система. И любая система, она имеет свои законы, и наше сознание – это та же система, это кольцо сознания, которое имеет свои законы. И в кольце сознания происходят очень многие важные процессы, которые, в общем-то, также связаны с понятием взаимодействия ритма. И дальше здесь очень подробно наш руководитель Ольга Александровна Торопова рассматривает систему человека и систему ритмовых взаимодействий, как его кольца сознания, как его тело, биологического кольца, мы говорили с вами, весь мир, как матрешка кольцов в кольце, так его импульсного кольца. То есть то, что в Велесовой книге называется разум, то есть разум – высшая часть человека, дух, атман, как называют индусы. То есть та высшая часть, которая дарована именно из сварги, как говорили славяне. То есть искра божественной силы, которая пробуждает в нас поток эволюции. И не белая доска есть душа младенца, а дерево в зерне, человек возможностей, сказал гениальный русский мыслитель Белинский. И действительно, лучше не сказать, дерево в зерне, человек в возможностях. Поэтому мы говорили с вами про ритм, про спектр. У каждого ребенка свой раскрывается цветок. Свой свет, индивидуальный, неповторимый. И очень важно, чтобы он раскрылся в его цвете, в его гармонии. Вот этот лад, вот это ладное пространство как раз и выстраивает педагогика. К этому как раз нацеливает наша бабушкина школа и программа «Окружающий мир». Каким образом, пошагово, постепенно сделать так, чтобы ребенку было интересно познавать окружающий мир. Чтобы он с радостью познавал вот этот окружающий мир. И поэтому именно от педагогов, садовников, от родителей садовников зависит, какие цветы вырастут в его саду. Красивые, прекрасные или уродливые. Потому что очень важно правильно ухаживать за растениями. Очень важно правильно создавать гармонию для роста этого растения. Точно так же важно ладный создавать круг для роста детского сознания. Спасибо. 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 Спасибо.